Мои дорогие жители и гости канала, я вас сегодня рада приветствовать на нашем канале. Сегодня я выхожу с одной единственной целью, что у нас сегодня воскресенье, и по воскресеньям мы с вами встречаемся. И я вам хочу рассказать сегодня про погоду, про то, чем я занимаюсь, и что вообще у меня происходит. Еще почему я сегодня записываю видео, потому что, ну, должны вы какие-то новости получать, какие-то другие еще новости должны быть. Вот, поэтому я сегодня решила снимать видео, как всегда, как это было здесь, на этом канале. Мы не обсуждаем ничего, кроме вязания. У нас на этом канале сплошная болтовня про вязание, про погоду, про вообще. Вот, вот такой вот канал. И я думаю, что по возможности у меня будут видео в воскресенье и в четверг, как мы все это знаем на этом канале. Вот, так что видео будут такие же, как были. Еще раз повторяю, про вязание и про погоду и болтовня на разные темы. Вот, вот так вот я решила снимать, пока у меня будет такая возможность. Я надеюсь, что все будет нормально. Вот, про погоду. Про погоду я вам рассказываю следующее. Как вы видите, я в своем любимом свитерочке, плюс одела пуховую жилеточку, плюс достала штанишки свои, которые спортивные, лыжные, от лыжного костюма. В общем, одета я, тепленько. Вот, как вы скажете, одета я или надета? Вот, это у нас в каждом видео, одеть, надеть. Вот это вот у нас мы тут, вот это настоящие споры, в которых мы здесь с вами спорим, о чем мы с вами здесь разговариваем. Вот, так что еще раз начинаю про погоду. Погода у нас сегодня ночью был 0 градусов, прям прохладненько. Ветер такой дует сильный, но светит яркое солнце, прямо вот солнце такое светит. Небо, голубое, синее небо, ни одного облачка на небе нет. Вот, так что, в общем, нормальная, хорошая погода. Вот, что у меня происходит с вязанием? Помним, канал вязальный. Что у меня происходит с вязанием, девочки? Как мне надоели эти шарики, если бы кто знал, я их вяжу или я их вяжу, или они меня вяжут. У меня, знаете, у меня такое бывает, что я что-то изобрела такое, и я себе это представляю как, ну, конечный результат, что это уже вот так вот будет. Но, вот, понимаете, я к этой вещи была, вот так я к ней расположена была. Ну, что-то вот она мне не пошла. И я ее отложила, эти шарики, ну, то есть я связала перед спинку. Помните, что у меня была одна половинка связана, уже закрытая была, все как положено. Я ее распустила, вот этот верх, вот где я скашивала плечо, вот этот верх я весь распустила. И теперь у меня две одинаковые половинки, но с неодинаковыми кружочками. Ну, это меня никак не смущает. В общем, короче говоря, вот новая идея у меня. Я вязала-вязала, вот это распустила, собрала на спицы. И думаю, ну, как же, как же, как же мне дальше сделать, и меня не устраивает. Помните, что это узковатая, вот для меня узковатая, как бы она, надо было пошире ее сделать. Ну, в общем, я и так, и так думала, оставила в покое и все, и не трогала. Чем занимаюсь, сейчас покажу. Вот, оставила в покое и не трогала. Утром просыпаюсь и думаю, это же рукава, это же настоящие рукава. И я ж хотела в полосы, чтобы была полосочка с горошком с этим. Все ж помнят, да, потом я от полосочки отказалась. Ну, в общем, вот вы знаете, у меня по ходу дела, я изобретаю по ходу дела. Вот. И получается что? Что это шикарный рукав, как я хотела, широкий такой вот, знаете, ну, как он называется, фонарик или как он называется. Вот. Так что это будет рукав-фонарик. Но мне придется здесь распускать, потому что он длинноватый будет, да. Перед будет, как я хочу, широкий, прям пошире. Кто помнит мой желтый свитер, вот такой вот ширины, он был прям широкий. Не знаю, сейчас если картинка есть, фотография, то я вставлю эту картинку. Вот. Но рассказываю, как это будет. Вот этот рукав, да, понимаете, по ширине он здесь будет прям хороший такой вот фонарик. Но сама, сам свитер же будет, он широкий. То есть мне нужно, чтобы рукав начинался где-то, ну, вот, вот отсюда. Вот отсюда. То есть один шарик я буду распускать. Буду я распускать. Вот. Сейчас, девочки. Так, вот, видите, и ширина будет, вот такая, вот как нитка, вот как спица висит, вот такая будет ширина самого свитера. Вот здесь вот будет ширина. Ну и что? Я же хотела полосочки. Вот я попробую от этого рукава. Вот у меня будет два рукава. Два рукава, да, вот, готовые уже. Я буду вязать вот этот рукав сюда, а этот рукав сюда. И потом я посмотрю, я соединю спинку. Сам перед и спинка будет в полоску. То есть полоска пойдет вот так. Классно? Это вот я придумала. Да. Полоска будет, естественно, одна будет из трех ниток, одна будет из одной нитки. Я еще не знаю, широкие будут они или совсем мелкие. Я еще не знаю этого. Но, в общем, задумка у меня такая. Он будет коротковатый, вот как вот эта жилетка эта. А может быть даже и короче еще будет. Широкий рукав будет. В общем, я их довяжу, вот эти две половинки, сюда. А потом посмотрю. Или это будет, ну, свитер, кофта, я не знаю, как правильно там это называется. То есть я соединю вот здесь вот по шву это дело. Ну, естественно, по тайным этим. Или же это будет уже такая, как, ну, кофта, не кофта на застежке. А может быть я довяжу вот сюда. В общем, это я все посмотрю. Вот так вот я придумала. То есть это у меня, девочки, рукава. Вот. И если бы я не отложила это все дело, я бы так и вязала, и так бы она мне не нравилась. И это было бы, ну... В общем, я придумала. Мне уже интересно. Но я еще как бы додумываю, она еще у меня лежит. Я пока не трогаю это все дело. Значит, на вот это вот все у меня уйдет моток. Вот у меня смотала я это дело. Ну, распустила кусочек здесь. У меня уйдет на это дело моток. Вот, на две половинки. Я думаю, что на перед и спинку я возьму, конечно, два мотка. То есть вот это все я планирую вместить в три мотка. Моток Кид Махера там 500 метров в 50 граммах. Да? Нитка вот такая тоненькая. Вяжу я на спицах шестерка. Вот, вот про это я вам рассказала, как обещала, чтобы вы не выпадали из моих действий. Или как это называется там. Так. Дальше. Ну, вот и я была, вот мне вот это грустно. Она мне надоела. Вот это вот все такое, да. И я думаю, дай-ка я свяжу что-нибудь простое, по-быстрому вообще. Вот что под руку попалось, то и буду вот просто новое. Что-то. Вот свяжу просто что-то новое. Ну и что новое, все же говорили мне, Лариса, давай, когда же ты начнешь вязать вот этот поло. Я же говорю вам, я его не собиралась вязать по картинке. Я придумала совершенно другой рисунок, узор. Ну, то есть на основе, вот сейчас что я вам покажу, на основе этого рисунка. Но там должны были быть полосочки еще. Я передумала с полосочками. В общем, вы меня знаете. Пока я передумала, это еще спинка. Пока я дойду до переда, там еще неизвестно, что будет. Так. Вот смотрите, что у меня получается. Вот так вот у меня получается. Вот. Смотрите поближе. Вот такой вот узор у меня получается. Вы скажете, она маленькая. Но нет, она не маленькая. Тянется страшно как, но я ее сильно растягивать не буду. То есть мне вот так вот подходит. Вот я довязала где-то примерно вот так. Так, это спинка. Я вам раскрою секрет, какой будет перед. Вот картинку ставлю, на что я ориентируюсь. Но помните, да, я же сказала, что по картинке я больше вязать не буду. Идею я взяла с картинки. Но чуть-чуть переделаю. Перед я. Я вам скажу как. Там короткая застегка. Это пока я так планирую. Я еще не знаю, как будет. Может, так получится точно так же, как и здесь. Но я надеюсь, вы меня не будете ругать и говорить. Лариса, ты же говорила, не будешь вязать так. Вот. Я еще не знаю, как получится. Но планирую я, что планка эта будет ниже. Ниже намного. Вот эта планка будет. Но мне сильно нравится там воротник. А я хотела сделать капюшон. Посмотрим, как будет. Что я взяла для этого? Очень быстрый рисунок. Вы себе просто не представляете. Просто из-под спиц просто вылетает этот рисунок. Ну, я не знаю, как вам его показать или не показать. Или на следующий раз я вам покажу этот рисунок. Я не знаю. Ну, вот смотрите поближе. Все лицевые ряды. То есть здесь лицевые, там изнаночные. Ну, не знаю я, как вам показать или потом покажу. Короче, две петли вместе. Вот я вам просто рассказываю. Две петли вместе. Еще раз две петли вместе. Два накида. Потом две петли вместе. Две петли вместе. Два накида. И с другой стороны вы провязываете все изнаночными. И накиды. Вот этот двойной накид вы провязываете изнаночной и изнаночной скрещенной. Все. Вот это вот весь рисунок. Я думаю, что на словах даже. Это все и так понятно. Нитки. Я их никогда не брала, но слышала от девочек, что очень хороши они. Но они действительно хороши. Они смотрятся очень красиво в мотке. Мягкие, детские. Здесь, как я обычно говорю вам, ничего приличного. Здесь у нас 240 метров в мотке. Получается 90 акрила и 10 бамбука. Ну, такое 10 бамбука. Это мы имеем, как бы на уме имеем, что там есть 10 бамбука. Ну, вот смотрите, она вся прям аж вот переливается. Очень красивая. Baby Best называется. И смотрите, какие у них здесь рекомендации на спицы. Спица 4-5. 4-5. Несмотря на то, что вот это такая тонюсенькая. Ну, как тонюсенькая? Ну, не толстая нитка. Да? 4-5. Вот я взяла здесь, девочки, это пятерка. Вот это пятерка. И вот смотрите, как он красиво получается. Прямо очень красиво получается. И резинка хорошо здесь. Ну, в общем, вы знаете, для меня эта нитка, как ни странно, открытие. Это дешевая, обыкновенная нитка. Почему дешевая? Потому что, ну, вы же понимаете, что акрил и там 10 бамбука, это считается как акрил. Поэтому цена нитки зависит, вы же понимаете, от состава самой нитки. То есть чем больше шерсти, чем больше там что-то натурального, тем нитка дороже. Вот, но это просто меня, она удивила. Вот удивила, да? Как все говорят, не тратьте время на дешевую пряжу. Не всегда это так. Вот прям мне очень нравится. И я думаю, что я с нее буду вязать не один раз. Очень приятная, мягкая-мягкая. Вот, кто вяжет детям, просто очень-очень рекомендую. Очень рекомендую эту нитку. Прямо, прям нравится она мне. Естественно, такие дырки я буду носить, это или на майку, или на футболку. И еще посмотрю, я хочу длинный рукав. А на вот этой штуке здесь такой короткий рукав. Хотя, можно сделать точно такую же. Одевать ее на рубашку с длинным рукавом, и будет очень хорошо смотреться. Вот так вот я думаю. Вот этим вот я сейчас занимаюсь. И всем прямо вот советую заниматься этим занятием. Ну, у кого есть возможность и настроение, девочки. Да, вот, так что сейчас я выключу. Здесь уже я себе нагрела, еще вся в теплом, оделась, наделась. Не знаю, как у вас там правильно. Вот такое у меня сегодня получилось видео. Ну, что ж, девочки, я вам хотела пожелать. Конечно, я вам хотела пожелать голубого неба, яркого солнца. Занимаемся по возможности тем, чем мы всегда с вами занимались. И что еще? Я хочу вам сказать, что я буду, как я уже говорила, выпускать видео, как всегда, на тему вязания и на тему, чем мы с вами вообще всегда занимаемся. Потому что такие сейчас новости, которые происходят у меня, у каких-то других блогеров, которые рассказывают вам ни о чем. Болтальные такие каналы, которые могут отвлечь от чего-то. Вот, я думаю, что они нужны. Еще я вам хочу сказать сразу всем, не пишите мне комментарии и с той, и с другой стороны, если вы понимаете, о чем я говорю. Все комментарии, даже, ну, все комментарии я блокирую, которые не касаются вязания, творчества, погоды, природы и всего вот такого вот. Вот, поэтому, как получится, встретимся с вами уже в четверг, посмотрим, что у меня получается вот с этой вот штукой. Посмотрим, что у меня получится, может быть, я с этими шариками разберусь. Ну, конечно, так быстро я все это не сделаю. Вот, но, в общем, будем смотреть, что у меня происходит. Я думаю, что другие новости можно услышать с других каких-то носителей. Я думаю, что такие видео, может быть, даже кому-то помогут. Ну, я не знаю, девочки. Вот так вот я решила. Смотрите, пишите мне, может быть, и не надо мне выходить. Ну, что будет дальше, я не знаю. Вот такое я вам сказала сегодня. Встретимся с вами, как я и планирую, в четверг. В общем, ничего не будем передумывать. Все, девочки, всем счастливенько. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok